всем привет с вами канал белостов и сегодня у нас очередная двойная реакция первая реакция на очередной love style от байна мапса поехали соответственно реклама но я это уже видел поэтому пропустить пропустить быстро отсылки на рисунки не ну если честно самое красивое это сливки шоу не смешно это будет немного необычное видео для моего канала я знаю что вы привыкли видеть то как я переодеваюсь в бабу снимаю это видео бегаю по магазинам ару игрушу все подряд но заново моливе я решила снять что-то типа блога как проходит мой день не знаю опять влог четко написано делаю сахарную вату это лайфстайл это что-то типа пепси колы или готовка попкорна намного больше можешь не сомневаться ибо ты брайан мапс и у тебя 8 и 3 миллиона так что один мой а второй тоже мой как и я потому что мне лей мои руки до посуды не доходят я подумал зачем мыть посуду когда можно купить одноразовые стаканы и одноразовые вилочки с ножом и это ребята это не мои покупочки за январь потому что сейчас ноябрь ладно в общем готовьтесь конкретно к готовке сахарной ваты конкретно к готовке сахарной ваты я помогу бакбит я не могу это слово сказать твою мать по слогам большой концентрации младец но самое грустное что мой обычный день он такой же как у всех унылый убогий и так далее тем более с такой погодой за окном хотя мне на самом деле нравится так погода не знаю почему хотя нет кое что интересное будет в этом влоге например меня пугают эти картины пора бы изжечь уже давно я попробую сделать свою собственную сахарную вату окей я просто хотел поаплодировать хорошо забудьте про это не хочу кто-то из вас прислал мне по почте сраный аппарат для приготовления сахарной ваты боже мой если бы мне было 10 why not да мне сейчас а у кого то вообще пластиковый огроменный нож и надоедливая игрушка из тигры шоу не 10 я знаю я выгляжу на из 7 но не важно в общем если бы мне было сейчас лет 10 я бы просто наверное охреневал бы если бы мне кто то сказал что существует аппарат с помощью которого можно дома делать свою собственную сахарную вату я бы убивал а сама не балуй в конце этого видео я попробую сделать свою собственную сахарную вату ё но собственную сахарную вату нам хочется сделать иллюминосион на который я уже делал реакцию не надо напоминать надеюсь в ней все получится да нет все таки давайте 25 классом посмотрим книж и да пофигу У меня в квартире так чисто, тем более после моих последних видео. Это всё потому, что я воспользовался мистером Пропером. Чего желаете? Я тут убрался. Вернее, я попросил маму, чтобы она мне помогала браться. Она сошла так, как в квартиру, и... Господи, боже мой, сынок! Твоя квартира, она самая идеальная! Давай я перейду к тебе! Хэштег Куси, you know. Ну ладно, так что вчера я убирался с мамой. Ну или убирался на, я просто смотрел. А вчера... Ну, не, он вчера убирался с мамой, а я вчера наоборот. Даже не так. Я... Короче, вчера моя мама была на день рождения, 46 лет. Зашибенно. Ну, я хотя бы заказал нам суши в Дэвил. Ей! Посмотрите на это, ребят. Тут дрон. За мной следят, ребята, твою мать! Тотальная слежка! Нет, мне нужно быстро! Твою мать, ребят! Тотальная слежка, я понял! Я просто просто. Я не знаю, это ЦРУ, ФБР, или это... Я это, кстати, хотел сказать. Это вы, ребята? Тотальная слежка! Брайан Мапп снова, Эдвард Сноуден! Что это было? За мной следят, ребята! За мной следят! Так, кажется, кто-то решил добавить мне немножко контента в мой блог, но я, в принципе... Хотя, скорее всего, это просто играются этим дроном, ну или же, по крайней мере, снимают. Ого, нет? Снимайте, я пытаюсь. Пригните, если на дрон прицепите камеру GoPro. Я хочу выгонуть... Надо, кстати, потом так испытать. Вон он. О, ребята, кажется, это всё-таки... Нет, он опять подумается. Нет, он опять... Иллюминаты за нами следят. Не могу приезжать оттуда нахрен. Свою мать, кстати, я забыл, что мне нужно было заказать еду, потому что вы думаете, что я готовлю сам. На самом деле нет. Да почти не получилось, ребята! А, бургер! Вон, вовременно прерывается. О, кай! Я заказал еду. Теперь я не умру с голода. Кстати, когда я зак... Кто мне опять пишет? Твою мать! Я вообще должен радоваться, что мне хоть кто-то пишет. Ты Wi-Fi выключи, и никто писать не будет. А, сейчас я заказывал еду, и когда у меня оператор спросила, на скольких персон палочки... Кто мне опять пишет? Так вот, когда оператор у меня спросила, на скольких персон палочки, и я сказал, на одного. И она бросила труп. Ну, видимо, это произошло... Она поняла. Давай еще раз. Я просто хочу тебе подыграть. Я сказал, на одного. Да ну... Подожди. И она бросила труп. Типа такая... Да ну нафиг! Такого вщербного заказывать! Ну нафиг! Ну, видимо, это произошло случайно. Ну, понятное дело. Особенно этот дождь сзади, и эта погода... Символично очень. Сегодня просто международный день депрессии и грусти, или что? Конечно! Тотальной слежки! И бодром, иллюминат, и все дела. ЦРУ, ФБР. Нет, потому что я снимаю влог! Сегодня международный день не смешных шуток, я здесь не ровно... Я чуть не... Наоборот, смешных. С брекетами. Ладно, плевать. Когда ты снимешь брекеты? Я сказал как будто... Сними брекеты, пожалуйста. На самом деле... У тебя не кривые зубы. Короче, ребят, с этим неинтересно посмотреть, за мной до сих пор следят или нет. ЦРУшники. Прикинь, никого нет. Вроде нет. Собственно, ребят, пока я иду, я пойду и займу себя чем-нибудь. Например, поиграю в Mortal Kombat 1. А можно и в RDR 2. Я не только нажимаю. Подожди, у меня записи хоть идет. Sorry. So sorry. Очень весело будет. С RDR 2? Да. О, боже мой. Стоп, стоп. PlayStation, shut up! Стоп, стоп. Во. Что? Слышишь этот звук? Нет. Твою мать! За мной теперь вертолет следит! Ребята! За мной следит храный вертолет! Ладно, на самом деле... Главное, что не самолет. Или никому не нужен и просто... Это скорее все... Так, в смысле? Ага, мне тут звонят, ребят, секунду. Продолжаем, ребят. Падение, как и с дроном. Ну, мне же нужно было немножко парать. Про блоги, не так ли? Да. Как и мне в реакции. Хотя я ру в реакция слишком часто. Да и не только в реакциях. Имитировать эффект, как будто я только что включил камеру. Ну, знаете, как в фильмах делают от первого лица. Но у меня, наверное, не... Что тебе со звуком? Добро пожаловать на мой диван. Да, ребят, переключился на камеру, потому что я не могу поставить телефон на штатив. Итак. Буддизм. Шикардосно. На качество в камере я тоже немножко понизил. Я сделал вот еще 80, потому что обычно я снимаю в 4К. И знали бы, что я мучаюсь на сраном монтаже. Моя программа для монтажа просто виснет постоянно. Она не может... Понимаю. Потому что если начнешь монтировать и рендерить, она после рендера начнет жестко тормозить. На моем примере. Вы что, пришли на мои крылья посмотреть? Странные фрики. Ну что ж, ребят, рассказывайте, как у вас дела. Это же влог, мы же должны общаться с вами. Шикардосно, чувак. Закрой свой рот. Это я не вам. Она не хочет открывать рот. Она хочет с тобой разговаривать. Еда приехала. Ей. Я тоже решил быть как великий кукуруза все. Стоп. Это видео превращается, по-моему, в какую-то смесь всех подряд жанров. Влог, холл, летсплей был, когда я в Mortal Kombat играл. А сейчас в Moogbang. Ну, не совсем играл. Ты просто сидел в руках джойстик и просто обсуждал. Происходит. Но я знаю, какого жанра здесь еще не хватает. Специей! Нет, экши... Нет, нет, нет. Шикардосно пахнет. Мне дали в комплекте одноразовую вилочку. Мне должно придется тратить свои. Хэштег, экономия. О, еще мне дали салфетку. Дебилизм, Шик. Там было написано. Ну как? Вкусно? Пропираться. Не знаю, кто-нибудь вам показывает, что я ем. Но это же влог, поэтому... Наверное... Все норма. Ну что ж, ребят. А сейчас, наверное, будет самая интересная часть из всего видео. Какая же? Я попытался сделать свою собственную, домашнюю, чудеснейшую, красивую, надеюсь, не сгоревшую сахарную вату. Окай. Очень вовремя ты решил мне напомнить про то, что я делал реакцию. Хватит напоминать мне иллюминосион. Задолбал уже. Вот так выглядит этот аппарат. Так, в инструкции я почитал, что для начала нужно его разогреть, поэтому его нужно просто включить на 5 минут. Обратите внимание, у него целых 3 Принглса. Даже я бы такой не смог. Я думал, мне прислали какую-нибудь машину для убийств. Диск сейчас выкрусится, выпрыгнете мне в лицо. Было бы смешно. Нет. Смешно бы это не было. Основной единственный, это сахар. О, я купил целый мешок сраного сахара, чтобы я смог себе сделать хреновую тучу сахарных хват. Да. Мои цели на всю жизнь. Почему бы и нет? Берем сахарок и сыпем его вот сюда. В нашу мисочку. ЖИК! И все. Сахар у нас рассыпался. В это видео, ребят. Я видел. Нужно подождать минутки 3. Но мне кажется, надо было, мне кажется, сахара больше туда положить. Сама начнет здесь образовывать. Потому что, как обычно же делают эти-то, которые на палку наматывают вату. Там, по-моему, она... Ну, там, по-моему, больше сахара должно быть. Смотрим, как это работает. А-а-а! О-о-о! Охренеть, сколько здесь уже, короче, по инструкции... Она что-то летает. Вот так вот мотать. Блин, так кто мне звонит? Какой-то номер. Не видишь. Фак, моя сладкая вата! Нет! А-а-а! Желтся, да? Ну, а путь реально как сахарная вата, которую крутят в парках аттракцион. Ну, реально... Если честно, ребят, я не особо люблю сахарную вату. Я один раз ее пробовал, а она... Она очень липкая и плюс прилипает к одежде. Нафиг. Невкусная она. Она прекрасная. Она сладкая, но она невкусная. Что заниматься этим целый день? Серьезно. Можно, знаете, с такой же легкостью просто взять обычную вату, посыпать ее сахаром, съешь и на тебе. И как будто варю какое-то странное зелье, блин. Два пакетика травы. 75 ампул, москалин и... Блин, что? 200% совпадения. Но теперь я хочу засыпать хреновую тучу сахар. Хорошо дать, чтобы сделать огромную сахарную вату, которую я, наверное, не съем. А как мне сделать такую огромную, когда тут так мало места? Так останови машину, засыпай и снова включи. Это так сложно. Я даже не понимаю, она увеличивается или нет. Мне кажется, меня обманывают где-то. Почему она не увеличивается? Больше сахара положи и все. Да, увеличивается. Так больше сахара положи. Плати 200 рублей. Это тебе домашняя сахарная вата, не только говно в парках аттракционах, понял? Да она нифига не становится больше. Так эти группы больше сахара больше. Обман. Больше сахара положи. Не становится больше нифига. Да больше сахара положи, а она больше и станет. Я понял, что она такая... Слушайте, может, я делаю что-то не так. Давайте яищу какую-нибудь инструкцию на YouTube я посмотрю как там делаю так и это нифига не так весело как на этом видео охренеть он огромную сахарную вату сделал как раз которую я хотел сделать но у меня получилось кое-что другое тебя обманули за несколько секунд получил такую огромную вату сделать чертов гений я когда тебе говорю сахара больше посыпай и все мне нужно не вот так вот накручивать еще вообще взял что это так надо делать чертов видео а вот так я знаете rigzen будет получается неужели как я сразу до этого не допер это же так просто недостаточно одной ложки сахара для такой огромной ваты я сейчас звучу как тот чувак из видео как будто реклама покорение но нет Within аут той маме妳 стал ВАРУКА как у неё так быстро за несколько секунд получил такая огромная вата может вещь у него помощние аппараты , у меня получ tulенька Пока вот эта пиздюленка, ой, извините. Вау, впервые, впервые за всю, за всю историю, еще раз. Тут вот стою и ухручу, у меня получилось, пока вот эта пиздюленка, ой, извините. Впервые за всю историю канала Байна Мапса, он сматерился. Да ну нафиг. Это никак не назвать. Шикарностно. Все, я не могу, я не могу. Я заколебался, это называется, я понял. Фак. Факин щит. Невкусно, да? Ну ладно, все. Пока. Факи. Ладно уж, теперь переходим ко второй реакции. Итак, ребят, о чудо. После третьей части я не надеялся на то, что выйдет четвертая часть. Хотя до этого выходили кое-какие спешалы. Но все же, узрите. Они возвращаются, друзья мои. Я, если честно, когда увидел этот трейлер, я офигел. Хотя я его сейчас смотрю. Почти я не увидел ни сам трейлер, а скорее скриншот. Но заметьте, Гуди, Бас, Ковбоши из второй части, Мистер Потейто и, соответственно, Миссис Потейто. Песня я не знаю, что это. Напишите в комментариях, что это за песня. Тирекс. Свинья-копилка. Инопланетяне, которое... Клешня. Этот, как его, спиралька. Следующим летом, 19-го года, вы их увидите. Вместе с пластиковой ложкой, у которой трубка от телефона и плюс еще бровь из червяка, плюс еще глазки, которые можно наклеивать на все что угодно и рот. И что вот это такое? Мне интересно узнать, у нее за ноги. Шикардосная слоуна! Конечно, не той пиложка. Лоточья ложка-вилка. И, кстати, это, возможно, отсылка на Валли, в котором, кстати, находил таки эту ложку-вилку. И да, она на английском, поскольку на русском она еще не вышла. Ну да ладно, тоже норм. История игрушек 4. Я и не надеялся, что она выйдет. Но она вышла. Кстати, посмотрю комментарии. Да, кстати, еще одно кое-какое событие произошло. Сейчас я вам покажу. Она находится в тренде, в том числе и у нас. Детектив Пикачу. Но, я его сегодня пока что смотреть не буду. Объясняю почему. Она на английском. То есть, давайте сначала сделаем так. Дождемся дубляжа. И только потом сделаем на нее реакцию. Пока что... Хотя, стоп, у меня есть кое-какая одна идея. Так, ребят, я вот зашел на официальный канал Warner Bros. Russia. И нет пока что дублированного ролика про детектива Пикачу. А именно, покемо-детектив Пикачу. С Дэдпулом в главной роли. Дэдпул, зеленый фонарь. Хоть как его называйте. На свой вкус. А так, спасибо, что вы меня смотрели. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Комментируйте. Нажимайте на колокольчик, дабы знать мои события. Всем удачи. Всем пока.